20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Какой бы ни была одежда, модной или с прошлого года, брендовой, дорогой или простой, демократичной, испортить или вытянуть впечатление внешнего вида можно с помощью прически. Именно поэтому так важно следить за тенденциями парикмахерской моды. Сегодня несколько стильных укладок представляет мастер салона Гуфа Алексей Верховых. В сезоне осень-зима 2018 особенно стоит выделить мокрый эффект, зачесанные волосы назад, плотные пучки и объемы, заимствованные из 50-х, 80-х и нулевых. Объем создается с помощью вообще правильно подобранного шампуня и правильно сушить волосы. Так как мы сушим в салоне против роста, это нам как бы удобнее. В домашних условиях можно девушкам, девочкам сушить просто вниз головой. Это так быстро, максимально можно посушить. И объем в этом случае получается такой лайтовый. Один из способов добиться желательного объема – плойка Гафре. Гафре используется как бы не по всей голове, а в том месте, где нужен объем. Как правило, это вот зона закругления, ну может где-то макушечка. И использовать не просто смыкая, а смыкая у корня больше акцент. И потом мы плавно двигаемся к концам, мы эти движения, смыкание, все делаем как бы на уменьшаем количество выдержки этого прибора на волосах. Особенно популярен в этом сезоне эффект мокрых волос. Подойдет любой длине волос и тем, у кого нет челки. Эффект мокрых волос можно достигается разными способами. Это могут быть какие-то гели, которые будут такой более сильной фиксацией, там прикорневые зоны, вот этой вот краевой линии. Также какие-то, может быть, спреи жидкие, солевые спреи тоже можно. Можно вообще не бояться экспериментов. Можно, допустим, солевой спрей использовать вместе там с гелем. Гели, пенки, муссы используются на влажные волосы. Популярные несколько сезонов подряд пучки все больше напоминают узелки. А сделать их легко с помощью всего двух шпилек и резинки. Я использую как классика жанра это резинка с двумя шпильками. Держится конкретно, легко использовать. Даже моим клиентам рассказываешь, показываешь, они как бы справляются. Две резинки обернуть, эту резинку спрятать. Этим же можно уже и узлом, либо прядью волос. В арсенале профессиональных парикмахеров обычно десятки продуктов для стайлинга. В домашних условиях такого количества не требуется. Необходимо всего два-три средства. В зависимости от типа волос и укладки, которую вы собираетесь носить. Заблуждение, что лак на все случаи жизни. Это как бы неправильно. Потому что лак можно перегрузить и лак он финишный элемент. Поэтому необходимо использовать муссы и либо пенки. Но муссы используются для тонких волос, а пенка она более для толстых, плотных, чтобы не перегрузить. Двикорневую часть и хорошо распределяется по всей массе волос. Соответствовать тенденциям парикмахерской моды не так уж и сложно. Все прически легко воспроизвести самостоятельно. И делать это хоть каждый день. Сегодня в моде спорт. Модно спортивно выглядеть, одеваться, питаться и, конечно же, заниматься спортом. Именно поэтому программа ежегодной конвенции ФитУрал в последние годы не ограничивается только лишь мастер-классами по популярным направлениям. Что еще интересного обсуждали профессионалы фитнес-индустрии? Смотрите далее в выпуске. Если первые фитнес-конвенции были специализированными в основном для инструкторов и руководителей фитнес-клубов, то сегодня это больше напоминает фестиваль, который собирает единомышленников. Причем не важно, кто ты. Тренер с многолетним стажем или просто любитель, который не так давно занялся собой. Вообще эти конвенции сделаны в принципе для всего фитнес-сообщества. Не важно, тренера ли ты, клиент ли ты фитнес-клуба, либо маленькой студии, либо ты просто занимаешься в каком-нибудь там спортивном комплексе, либо ты занимаешься спортом на уровне профессионала. Не важно. А здесь как бы самое главное – это здоровый образ жизни. И прийти посетить это мероприятие, получить удовольствие. Ну и, скажем так, в этой атмосфере праздника фитнеса просто поучаствовать, провести хорошее время. В рамках фитнес-конвенции проходили лекции и тренинги по менеджменту, медицине и продвижению. Ведь фитнес сегодня – явление многогранное. Приходится сталкиваться с вопросами психологии, правильного питания, сервиса и реабилитации. Изменился за последние годы и контингент поклонников фитнеса. К сильным и выносливым присоединились все желающие, в том числе и те, кто считал себя неспортивным. Предложения в современных клубах есть для каждого. В данный момент очень увеличилась возрастная группа, возрастной период, скажем так. Если раньше это был определенный возраст – 20-30 лет, то сейчас фитнес приходит очень рано. Как вы видели, сейчас малые малыши совсем выступали. И занимаются люди старше 50-60 лет, активный образ жизни, это очень радует. Особым гостем конвенции «Фитурал» уже в шестой раз становится итальянский инструктор Джорджо Урадиччи, автор групповых программ, представитель команды Nike Training Club. Должен сказать, что уже много лет я приезжаю работать в Россию. И уже 5-6 лет в Челябинск. На самом деле нет большой разницы. Я наблюдал ее только в начале, в первые годы работы здесь. Была другая подготовка, другие навыки. В настоящее время нахожу, что подготовка учеников и преподавателей находится на высочайшем уровне. И больше не вижу различий между Италией и Россией в этом плане. Такие конвенции – это еще и возможность вживую пообщаться с настоящими профессионалами фитнес-индустрии, обладателями системных знаний и огромного опыта, которые невозможно подделать в подобной картинке в соцсетях. Но все равно мы должны понимать, что профессионалов мало, и мы должны больше идти к профессионалам нашей индустрии. Много блогеров, много людей, которые пишут про свои задницы, про свои марафоны, но в итоге из этого ничего хорошего не выходит. Поэтому лучше приходить на такие мероприятия, как Митурал, и получать здесь заряд эмоций, заряд знаний, которые мы даем людям, пришедшим сюда. По мнению Ивана, одним из перспективных направлений современного фитнеса является сайкл. В отличие от знакомого велотренажера, этот спортивный девайс позволяет имитировать шоссейную велогонку или езду по пересеченной местности. Сайклинг – это уроки на специальных велотренажерах, очень популярные в нашей стране. Это одно из направлений, которое дает очень видное, хорошее развитие. Сегодня я вела сайклы. Тренировка моя называлась «Маунтин интервал», «Горный интервал». Мы имитировали поездку в горы. Всю тренировку мы ехали в горы, стоя, сидя. Самое важное в фитнесе – не достижение высоких результатов, а поддержание организма в спортивной и здоровой форме. И судя по количеству участников конвенции, профессионалов, готовых в этом помочь в нашем городе, достаточно. Продолжение следует... Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. В ноябре в Челябинске будет проходить Кубок губернатора по конному спорту. И как это обычно бывает в подобных случаях, к такому событию готовятся все – и организаторы, и непосредственные участники. Репортаж с ипподрома от команды «Бьюти Тайм» в продолжении выпуска. В ряду спортивных событий этой осени Кубок губернатора по конному спорту занимает особое место. Этот вид считается летним, но соревнования вне сезона для спортсменов также важны. Очень важно в этих турнирах получить звание кандидата в мастера спорта. А для опытных спортсменов, конечно, получить оценки по выиске, еще раз повторюсь, и комментарии очень важны над теми проблемами и ошибками, которыми дальше работать, чтобы уже принять участие на чемпионатах России, на первенцах России. Это очень важно в зимний период, именно участвовать в осенний период, в таких турнирах, чтобы правильно подойти к летнему периоду. В этот раз мы постарались пригласить титулованную и судейскую бригаду. К нам приедет судья всероссийской категории, Питала Игорь Кимович, Печинкина Мария Александровна из города Москва. И эти два человека очень значимы для всех российских турниров, потому что Игорь Кимович – это человек, который очень грамотно выставляет барьеры, курс-дизайнер соревнований именно по конкуру. И вот в этом году он согласился к нам приехать, и мы его ждем. Кубок губернатора будет проходить в двух дисциплинах – выездка, изящная верховая езда, и конкур – преодоление дистанции с различными препятствиями. Конкур и выездка – это виды олимпийские виды, конного спорта, классические виды. И в каждой программе пара спортсмен и лошадь, конечно, это разное, потому что не все выездковые кони могут так прыгать, как конкурные, и не все конкурные лошади могут показывать свое мастерство по выездке. Хотя выездка нет. Светлана Дубовик – президент региональной федерации конного спорта и старший тренер клуба «Рифей». К предстоящему турниру готовят своих воспитанников. Наша дисциплина будет выездка. Мы будем принимать участие по программам «Малого круга» вместе с этим партнером. Его зовут Тристан. Очень непоседа большой. Но ему нравится выступать, и его энергия очень выручает на соревнованиях, потому что он проявляет харизму, артистизм, что очень ценится в нашем виде спорта. Сингар – он адекватный, спокойный, терпеливый. Терпеливый, вот вы как видели, там Тристан к нему пристает, он стоит, терпит. Он побородик устанавский, такой выдержанный, спокойный, адекватный. Он любит его, когда чистит, гладит, угощает. Я всегда замечаю, то есть эта лошадь напряжена, она сопротивляется. Высоких оценок эта пара не получит, потому что судья должен увидеть на маниже ту грацию, ту элегантность. Конный спорт невероятно красивый и зрелищный. Кроме технической части, здесь оценивается внешний вид и лошади, и всадника. Правилами соревнований регламентируется специальная форма одежды, как для всадника, так и для лошади. Там прописано о том, что грива должна быть аккуратно заплетена. В разные эпохи, в разное время были модны различные прически. Да, то есть, конечно, мы стараемся, чтобы было очень красиво все на соревнованиях. Единственное требование, чтобы вся амуниция для выступлений была подогнана под лошадь, была комфортна для лошади. То есть, надо несколько тренировок потратить, чтобы ее разносить. Борьба за кубок губернатора будет интересна не только поклонникам конного спорта. Организаторы турнира обещают торжественную и яркую церемонию открытия с участием оркестра, танцевального коллектива и выступлением лучших наездников нашего региона. Воскресный шоппинг перестает быть просто возможностью совершить покупки, когда за дело берутся профессиональные стилисты. Мастер-класс от специалиста из Москвы, презентация новых коллекций, а также живые эмоции – все это и многое другое в нашем репортаже. Если дизайнеры презентуют свои идеи за год-полтора до наступления сезона, то модные клиентки подбирают гардероб непосредственно в сезон. А поскольку запутаться в обилии предложений довольно легко, необходима помощь стилиста. Мы решили нашим клиентам подарить праздник, прекратили стилиста из Москвы в Сан-Вичеги, она проведет мастер-класс по составлению капсулы гардероба. Мы с ней знакомы давно, она проводит у нас тренинги для наших продавцов-консультантов, и первый раз мы сделали тренинг для покупателей тоже. Астанда очень яркая, такая очень яркая, сама по себе харизматичная такая. Мне очень нравится ее подход, ее мягкость в работе с клиентом. Одна из позитивных тенденций сезона – возвращение к женственности. По мнению дизайнеров, не все в этой моде должно быть рационально. Хоть и сейчас в тренде кэжул, и вообще весь мир стремится к упрощению, потому что все мы живем в ритме большого города, те же дизайнеры, они, так скажем, поиграв во все это, приходят к тому, что женственность все равно важна. И вот сейчас мы можем убедиться, что в последних особенно коллекциях дизайнеров прослеживается больше вот этого женского флера. Если раньше костюм – это был просто костюм, то сейчас это действительно тренд. Мы видим практически в каждом модном доме свою интерпретацию модного костюма, который в любом случае каким-то образом подчеркивает женственные линии. Возвращается мода на костюмы. Их сейчас будут носить не только деловые женщины, но и модные. Пиджак можно сочетать с брюками, с джинсами, с юбками, с романтическими юбками, со спортивной обувью. Это все смотрится органично, очень стильно. Я думаю, что мир все-таки приходит к тому, что женщина должна оставаться женщиной. Немалую роль в возвращении женственности сыграли коллекции российских дизайнеров, которые наряду с итальянцами и французами успешны в том числе и в премиальном сегменте. Я недавно приехала из Италии. И в Италии с опасением говорят, что очень много российских дизайнеров появилось. И с интересными коллекциями наши дизайнеры выезжают уже в Европу. И они уже встали, можно сказать, на одну ступеньку с итальянскими дизайнерами. Один из главных вопросов, который часто задают покупатели, как принять в свой гардероб ультрамодные тренды и с чем сочетать эффектные авторские модели. Вот когда формируется тренд, и о нем заявляют, обычно это происходит где-то осенью, то есть в сентябре, когда показывают какую-то новую коллекцию, заявляют о каком-то тренде, это сложно воспринять, потому что это какая-то новинка, и чаще всего это действительно очень такая сложная где-то подача, потому что все, что мы видим еще на подиуме, это шоу. И надо понимать, что это не всегда жизнеспособно. Важно потом отсмотреть. Если мы будем смотреть, если мы будем отсматривать, то есть смотреть именно, как можно замиксовать эту блестящую вещь, самый простой, мы со временем привыкаем. Для нас это уже не кажется сложным. Два часа модного интенсива от строгих деловых образов и элегантного кэжел до нарядов для особых случаев помогли сориентироваться в тенденциях и в теории, и на практике. Очень интересный на самом деле мастер-класс, много можно всего использовать и деталей в новом сезоне. И мне очень понравилось сочетание клетки, что можно играть размером. То есть в одном образе может быть два, две структуры клетки. Нежные женственные платья. Скоро у нас Новый год, так что есть модели, которые запали в душу. И, конечно же, видовые сейчас модные изделия. То есть есть что выбрать. Лично для меня это очень большой толчок к изменениям, к лучшему. Я вот здесь вот в этой примерочной плакала очень сильно. Было, потому что не подошло ничего. Сейчас мне подходит практически все. Я этому очень рада. Подойдет любой, любой девушке абсолютно, любой женщине, любого размера. Мне кажется, все очень актуально и очень красиво. Я для себя подчеркнула, что можно надеть с широкими брюками жилет поверх, потому что у меня есть классные широкие брюки, но сверху их украсить жилетом никогда не приходило в голову. На аудитории очень теплая. Это читается вообще, вот когда ты ведешь, я всегда смотрю в глаза. Мне важно, какой отклик идет. Отклик был хороший, потому что все смотрели, все улыбались, всем откликались. И мне, надо сказать, было очень приятно сегодня вести мастер-класс. Я надеюсь, что он оказался очень полезным. Новая коллекция одежды от Уман Бессинии для офиса, деловых встреч и повседневной жизни. Проспект Ленина, 50, 266, 1099. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. В честь 20-летия. В «Тесуре» скидка 10% на все. Только две недели. Салон тканей «Тесура». На Тимирязево, 26. Все сюжеты «Бьюти Тайм» ищите на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта. «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой. Субтитры подогнал «Симон»!